я предлагаю вам сейчас посмотреть ролик рекламы библии это было дано задание в детском лагере этим летом на острове и посмотрите что ребята самостоятельно сделали нам понравилось здравствуйте с вами маслов николай коротко главном мы знаем что библия самая популярная в мире книга давайте опросим простых людей но что мне говорят в селе кукуевка кризис с прилавках исчезли библии давайте это посмотрим библию 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 скажите пожалуйста что здесь случилось ой вы знаете в моем сердце такая пустота я не знаю что мне делать но я слышал что эту пустоту может заполнить христос а его любви написано в библии но она пропала в магазинах с прилавок я не знаю что мне делать мне она очень нужна какая все таки сложная ситуация в селе кукуевка но мы будем надеяться что книга библия появится на прилавках а теперь мы спросим мнение у прохожих здравствуйте здрасте ваше мнение о библии если она у вас до библии у меня есть она очень интересная мне очень много интересных вещей однажды я смотрел телевизор и узнал о том что раскопали не но их ковчег я хотел побольше узнать об этом и купил себе библию и с тех пор и ее тщательно изучают не очень много интересных моментов еще есть очень интересный момент это битва филистимлян все ясно и теперь теперь мы знаем что книга библия очень популярный исторический источник давайте спросим следующих прохожих здрасте ваше мнение о библии все ясно и такое бывает и так ваше мнение о библии вы не представляете какие здесь станицы посмотрите какие они это супер книга это ваше мнение о библии знаете это прекрасная книга которая очень доволен и подарили нам ее крещение с тех пор я ее не выпускаю из рук и это моя настольная книга которая заложена вся мудрость которую хотел сказать я спать людям и вам советую прочитать с целью спасибо это мнение николая мы знаем что есть христианский лагерь и давайте спросим мнение у ребятишек ваше мнение о библии все описание бога духовновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления праведности 2 димафея 3 16 дорогие зрители как вы уже увидели книга библия очень полезная вещь ищите в прилавках на ваших селах а с вами был я николай бай это как в одной церкви проповедовал американец который до этого занимался служением студентам в студенческих городках общежитиях я рассказал историю своего покаяния по-русски конечно говорит и хорошо говорит но практиковался в русском языке среди студентов и вот такой очень традиционной церкви баптистской такой зачем бабушки в платочках сидят и вот тогда я понял что я спасен нифигаси ты и бабушки такие думают а ты вообще спасен ты в этом уверен для того чтобы применить священное писание на практике для того чтобы применить библию в жизни нам необходимо учитывать три контекста священного писания на то что называется словом контекстуализация я не буду сейчас вдаваться в такие подробности во первых есть исходный библейский контекст о котором мы с вами говорили очень много насколько нам позволил этот курс во вторых мы перебрасываем мостик в контекст нашего времени а как сейчас помните как мы допустим с вами поступили с притчей о самарянине о добром самарянине мы посмотрели исходный библейский контекст мы поняли как тогда относились к самарянам мы поняли почему эта притча была для учеников иисуса христа да и для других слушателей столь шокирующий а потом мы сами принесли свой современный контекст я вас спросил а вот сегодня есть какие-то люди которых мы можем сопоставить которых можем сравнить с героями библейского повествования это контекст контекстуализация современная связь современным контекстом но это пока еще не применение потому что пока еще это на уровне а вот они где-то эдакие а третий контекст это контекст моей жизни а понимаете они это где-то там я моя жизнь это здесь очень хорошо умеет сделать это сейчас скажем можно сказать же умел потому что уже не проповедует просто ему очень много лет один из лучших величайших проповедников евангелистов 20 века это доктор били грэм а в 90-е годы мне довелось побывать в америке на одном из миссионерских собраний призывных собраний доктора били грэма в северной каролине он проповедовал на протяжении нескольких дней и субботнее вечернее собрание было молодежным вот мы пришли с российской делегации я должен был переводить но предупредили что переводить будет очень сложно потому что будет очень шумно и мы приходим на стадион причем там делегации были люди которые не привыкли к молодежной культуре они уже значит так поскольку были известными служителями их пригласили из россии в америку послушать били грэма они поехали но люди уже такие были джентльмены в летах или братья в летах которым говорили ребят может быть вы или братья может быть вы дома останетесь нет как же мы пойдем били грэма слушать говорят они и вот приходим мы на стадион стадион где-то ну такой небольшой стадиончик где-то 25-30 тысяч мест по сравнению допустим с олимпийским в москве но это так несерьезно да и все же 25-30 тысяч мест мы приходим стадион заполнен молодежью значит били грэма тогда было уже за 70 вот на стадионе просто сесть уже некуда потому что парни и девчонки значит вот сидят занимают все места что там кричатку это жвачку жуют кукурузы хрустят вообще-то совершенно не христианская какая-то обстановка мы с этой группой начинаем искать место куда бы нам сесть находим видим там сидит девушка на одном стуле на одном кресле а ноги и и лежат на другом мы думаем ну для ног то явно и и не нужно особое место и улыбка я прохожу по-английски говорю девушка могли вот уступить то что вот люди пришли здесь здесь занята я подругу жду то есть она же таким образом занимает место для своей подруги походили мы походили нашли мы в конце концов где-то мест места с большим трудом и началось началось того что выходит известно известная в то время христианская группа назывался 10 так и вот это 10 так начинает концерт и пример народ кричит свистит какой-то топот начинается на полные в общем у меня первое ощущение бедлам полный понимаете то есть дальше некуда а и оказывается что когда нам предложили сначала беруши чтобы уши закрыть это предложение было обосновано а у нас там один был хридмат с нами 50-ник из старых 50 который говорит мы к шуму привыкли он такой сидит за уши берется дому за ушки взявшись никола моя муза все уже вот а значит 10 так спел несколько песен еще несколько песен и потом выходит майкл w smith тоже достаточно известный молодежный в тех времена молодежно-христианский исполнитель он начал с шумных песен потом поет такую тихую спокойно размышления более настроены а потом он объявляет ladies and gentlemen дактор били грэм и значит этот народ прыгает свистит кричит аплодирует а думаю ну все проповедь дедушки зарезали что он будет с ними после этого делать вот доктор били грэм выходит они свистят они кричат ну мадонну так не приветствую честное слово и вот он поднимает руку смотрит на них и взяли тишина а потом он говорит он уговорит ребят а вы знаете какая песня уже третью неделю держится в списках популярности на первом месте я не знал они знали точно поэтому наши ребята начали кричать название песни уверен да совершенно правильно давайте посмотрим о чем эта песня и показывает им слова этой песни а слова этой песни такие которые можно использовать для начала библейской беседы почему человек мечтает о прощении а вы мечтаете о прощении о каком прощении мечтает герой этой песни о каком мечтаете вы что он их поймал потому что он вписался в их контекст он осуществил на практике то о чем он часто говорит у современного проповедника должна быть в окно одной руке библия в другой руке ну в его случае это журнал times то есть одной рукой он должен держать пульс на слове божием держать руку на пульсе слова божия а в другую другую руку на пульсе современности вот сначала это делается для собственной жизни а потом это делается для того чтобы могли слово божие передать другим когда этот мостик между различными контекстами переброшен вот тогда начинается применение тогда бог и нас самих будет менять тогда бог через нас будет менять других людей то есть мы не можем выйти и сказать вот тогда в древние времена было то-то то-то благословит бог для для нас эту истину ну если мы только вот не гиньте историки помешанные на древних именах на древних временах то нас это скорее всего не коснется постарайтесь и попросите бога чтобы он показал что в библии актуально для вас и что библии актуально для других людей уже потом которые доверены вам именно в этом порядке сначала что для вас потом что для других людей не надо приходить домой и говорить мужу или жене вот сегодня пастор говорил в церкви ну прямо ну как для тебя говорю только чуж тебя там не было я вас уверяю его после этого там в церкви не будет не надо бить людям людям по голове словом божиим это не библейский подход мы с вами говорили о постановках конкретно подстановки конкретных целей и выработки библейских принципов чтобы поставить цель нужно выработать увидеть библейские принципы чего от нас хочет господь принципы должны соответствовать общему учению библии например я призван делиться тем что имею с окружающим с окружающими это библейский принцип он соответствует учению библии принципы должны быть актуальными они должны соотноситься с проблемами и нуждами сегодняшнего дня то есть знаете если я вы выведу библейский принцип такой мне можно кушать идоложертвенное потому что в конце концов выдала это ничто я выдалов не верю поэтому мне можно мне можно кушать идоложертвенное может быть даже и правильный принцип только чтобы скушать идоложертвенное я сначала должен найти идоложертвенное то есть я приду в магазин и спрашиваю спрашиваю вот это мясо оно идолом приносилось или нет кстати такие принципы проще всего формулировать которые не относятся к сегодняшнему дню потому что я это все увидел как бы не про меня а если вопрос идоложертвенным перенести на что-то другое например на отношение к музыке например отношение к какой-то одежде вот христиане не должны есть это мясо потому что его или часть этого мяса часть этой тушки приносили или вам в жертву нормально или наоборот они должны они могут имеют право потому что для нас игла не что если мы добрым сердцем это делаем то они делают мы имеем право это дело но это в древности теперь этот вопрос контекстуализируем значит соотносим сегодняшним днем такой на токаре фраза девушка христианка не может одеваться таким образом потому что таким образом одеваются блудницы может или не может одна сторона медали один аргумент не может потому что это для других будет соблазном другая сторона медали но я же не блудница я же правит правильная и праведная девушка это я если так буду одеваться и мы так будем одеваться то может быть мы облагородим эту одежду а если я еще поклонение в таком оболчении буду вести так может это вообще одеяние будет праведным я понимаю что я сейчас утрирую да а но я показываю что происходит когда мы пытаемся с точки зрения библейских истин осмыслить современность а тогда мы понимаем что вот это слишком однобоко надо при не применить и другие вспомните другие места священного писания а почему я так одеваюсь а какие последствия того как я что я так одеваюсь да я ощущаю себя свободны я свободно поступать так как хочу но не будет ли это свобода другим людям в преткновения с другой стороны если на соборе другими лет преткновение до какой степени до человек может называть себя слабым уверен может то его проблема что его свободу ему преткновение приведу конкретный пример как-то на одной христианской конференции а христианская конференция проводилось молодежной организации причем такой очень свободный молодежной организации чаще довеối мне надо быть на этой конференции, я там был основным выступающим, и каждый вечер на этой конференции была дискотека. Ну то есть дискотека не христианская с группами Дружки, Новый Иерусалим и так далее, а с Майклом Джексоном и самой что ни на есть светской музыкой. Вот эта организация решила, мы свободны во Христе, мы понимаем, что Майкл Джексон для нас не идол, мы сделаем дискотеку. Причем дискотеки были поздно, до 11 часов вечера были крестьянские мероприятия, а с 11 вечера до часу ночи вот для этих подростков, 17-18-19 летних, шла дискотека. И вот я на эту дискотеку не ходил, и возраст не тот, и желания особого нет. И вот вечером уже ночью, в плане первого ночи, сижу я в своей комнате, раздается стук в дверь. Олег, нужна ваша помощь, нужно утешить человека, помочь утешить человека. Выхожу, смотрю, девчонка плачет. Ее ведет одна из сотрудниц этой организации, вот говорит, давайте помолимся, что мы можем, что мы можем сейчас для нее сделать, как ей помочь. Начинаем разговаривать, что случилось. А случилось вот что, она недавно уверовала, буквально пару месяцев назад она уверовала. Ей сказали, во Христе ты свободна. И вот вечером на христианской конференции, причем не с первого дня, с первого дня ей было тяжело, она не стала этого делать, а в день уже в четвертый или в пятый этой христианской конференции она решила пойти на дискотеку. И тут совершилось то, о чем организаторы этой конференции не подумали, а должны были бы подумать. Они говорили, мы свободны, Христос освободил нас, у нас в сердце живет Христос. Приходит вот эта девчушка, и она говорит, мне стало жутко, потому что, войдя на дискотеку, я почувствовала запах. Тот самый запах, который я испытывала, приходя на дискотеки, когда была еще неверующая. И после одной из этих дискотек, как рассказала эта девчушка, меня изнасиловали. И она говорит, я не могу понять. Я приехала сюда, и я думала, что здесь все по-другому. Мне сначала не хотелось идти на дискотеку, а потом мне говорят, ты свободна. Я пошла, и я говорю, я не понимаю. Неужели у вас тут то же самое, что и было там? Понимаете, вот вам контекстуализация, вот вам формулировка принципов, которые соответствовали бы сегодняшнему дню, сегодняшним проблемам. Мы можем очень хорошо рассуждать по поводу того, как там было в Каримской церкви. Так ведь Бог не спросит с нас за то, как там было в Каримской церкви. Как в наших современных церквях, вот за это Он нас спросит. И, наконец, принципы не только должны быть актуальны, соответствовать нашим современным проблемам, а принципы должны показывать конкретный план действий. Если я выведу библейский принцип о том, что хорошо бы мне раз в год ездить в Израиль, ну и принцип будет неправильный, кстати говоря, и никакого указания на конкретный план действий там нет. Многое чего мне хорошо бы. Но задача-то не только в том, чтобы вывести принцип. А в том, чтобы изменить себя или дать возможность Богу изменять себя. Чтобы меняться, нужно сначала применить решение измениться. Я увидел в Священном Писании, что в моей жизни много гнева. Или моя жизнь неорганизована. Или мне нужно примириться вот с этим человеком, пойти и делать первый шаг. Или в моих отношениях с женой я всегда ожидаю, что она пойдет на примирение после, по-моему, ссор или после размолвки. А мне нужно брать на себя инициативу. То есть конкретное решение принять. Я вижу, что вот есть такая-то проблема. Я принимаю решение измениться. Но решение измениться принимают многие. И не христиане, не верующие тоже. В какое время года обычные курильщики решают бросить курить? С 1 января. Причем, да, причем из года в год они могут себе это решение принимать снова и снова. Дальше. Когда мы приняли решение, важно поставить перед собой, обратите, пожалуйста, внимание на два прилагательных. Конкретные измеримые цели. Конкретные измеримые цели. В мою школьную комсомольскую бытность у нас были планы работы комсомольской организации. И порою в этих планах содержались пункты типа такого. Постоянно стремиться к неуклонному повышению успеваемости и сознательности учащихся. Теперь давайте задумаемся об этом безобразии. Постоянно стремиться к неуклонному повышению успеваемости и сознательности. Вот через полгода или через три месяца меня спрашивают, как идет выполнение плана? Или мне говорят, слушай, у тебя вот там двоек, столько-то, столько-то. Где повышение? Ну как? Ну мы стремимся. Мы стремимся, да, а уж что получается, что не получается, извините. Главное, стремление у нас имеется. А покажите, что вы стремитесь. А как мы вам покажем? Ну мы стремимся еще, все, в душе там у нас есть. Или, допустим, мы говорим об этом. Проблема в том, что эта цель неконкретная и неизмеримая. Если я написал бы даже в комсомольских этих самых терминах, что в течение следующего года добиться того, чтобы не было двоечников, это было бы измеримо и конкретно. Но это не очень любили писать, потому что это могут проверить. И выяснится, что не достигли. Некоторые из нас, выйдя из времен комсомольских, попали во времена христианские. Я не говорю о том, что покаялся человек, не покаялся. Я говорю о том, что мы совершаем ту же самую ошибку. А один руководитель студенческой группы сказал, вы знаете, давайте стремиться к тому, чтобы к концу этого учебного года на наши встречи приходили до 5000 человек. Нормально, да? Оно окрыляет, слушайте, 5000 человек будет приходить. Кончился учебный год, там как 20 человек было, так 15 и осталось. Где осуществление цели? Она была конкретная, да, но она не была достижимая. И опять-таки, измерить стремиться. Но мы стремились, они не пришли. Это их проблема. Значит, цели должны быть конкретно измеримы. Если они таковые и есть, конкретно измеримые, то мы можем разработать план достижения этих целей из нескольких шагов. Как можно съесть слона? Да по кусочку, по кусочку. Как достигнуть большой цели? Ну, разбить ее на определенные части, этапы достижения этой цели. И тогда мы сможем постоянно проверять, вот этап пройден или нет. Моя цель – перестать гневаться или победить свой гнев, или дать возможность Богу победить мой гнев. Как хотим, так можем даже в данном случае формулировать. Первый этап – перестать злиться на ребенка, когда тот получает двойку. Вот это уже достижимая цель. Первый этап. Потом я достиг этого этапа, я говорю, Господи, помоги мне дальше идти. Потому что если я просто ставлю перед собой большую цель, она может быть великолепна. Но она большая. И своей масштабностью она пугает. Вот мы составляем план, мы действуем по плану, и мы следим за исполнением этого плана. Периодически это исполнение оценено. А приведу вам маленький пример, чтобы вам показать, о чем идет речь. На протяжении этого курса неоднократно уже звучало имя Хауэда Хенрикса, человека, которому я по многому обязан своей страстью к изучению и применению Священного Писания. По курсу, который мы изучали о Хауэда Хенрикса, у нас было задание, мы должны были прочитать конкретный библейский фрагмент и написать шаги его применения для себя лично. Не для дяди Васи водопроводчика, а для себя лично. Вот я изучил этот фрагмент. Сказали нам, что это письменная работа, два-три предложения максимум, больше не надо. Я думаю, ну какая простая работа. Я пишу эту письменную работу, шаги применения. Пишу такое. Постараться в ближайшее время начать уделять больше времени своей жене и детям. Бывший комсомольский работник во мне тогда сидел. Постараться в ближайшее время начать уделять это круто. А и пишет доктор Хенрикс, он прочитал эти все работы, самое естественное, и пишет комментарий. Конкретнее, как, когда, каким образом? Переписать. Я сижу, ладно. Пишу. Начиная с ближайшего времени по субботам уделять больше времени жене и семье. И детям. Он пишет. Это уже лучше. Еще конкретнее. Начиная с какой субботы, что и как вы будете делать. Я опять переписываю эту работу. Начиная со следующей субботы, по крайней мере по 5-6 часов уделять семье вне дома. То есть водить куда-то гулять и так далее. Он опять пишет. Недостаточно конкретно, точнее. Значит, у меня уже переполняется такая праведная злость. Ну сколько ж можно? И я пишу. Начиная со следующей субботы. Каждую субботу на протяжении всего этого учебного года. А ходить с моей женой и детьми в театры, парки, зоопарки, выставки, бассейны и другие места отдыха. Он пишет. Good. Хорошо. Теперь покажи эту работу жене и приступай к исполнению. Я показал эту работу жене, я приступил к исполнению, началось конкретное применение. Видите, насколько это далеко от того, с чего я начал. Постараться в ближайшее время начать уделять. Если бы на этом доктор Хендрикс меня и оставил, я бы так и, наверное, старался начинать уделять. А на претензии жены о том, что мы слишком мало разговариваем, мало общаемся, мало времени проводим вместе, я бы сказал, так я же стараюсь, но смотри, сколько дел вокруг. Это серьезно. Применение требует именно такого отношения к себе. Доктор Хендрикс рассказывает, как я понял, что на жену и на детей у меня не хватает времени, потому что я проповедую, потому что я выступаю, потому что постоянно что-то находится, что нужно записать в мой календарь, что важно, что нужно сделать прямо сейчас. И вот я понял, что надо просто записывать семейное время в календарь и не отклоняться от этого календаря. Я поставил это приоритетом, и все, это будет неизыклемо. И вот, говорит, меня звонят и приглашают. Говорят, доктор Хендрикс, там через два месяца у нас такой-то, такой-то день будет большая конференция, там будет 10 тысяч человек. Мы бы хотели, чтобы вы выступили. Говорят, я смотрю в календарь, говорю, вы знаете, как раз вы в тот день, в который меня приглашаете, я не могу приехать выступать, у меня уже есть другие обязательства. Ну, доктор Хендрикс, ну вы не понимаете, такая важная конференция. Я понимаю, но у меня есть другие обязательства перед людьми, поэтому я их не могу нарушить. Доктор Хендрикс, ну вы скажите нам, пожалуйста, перед кем у вас обязательства, мы с ними созвонимся и поговорим. Он говорит, ну хорошо. Вот тут у меня по календарю написано, что через два месяца, как раз вот в этот день, про который вы спрашиваете, я с женой и детьми иду в зоопарк. Он говорит, доктор Хендрикс, вы что, не духовный человек, что ли? Вы не любите Господа? Он говорит, вы знаете, я люблю Господа. И именно поэтому через два месяца, вот в этот день, я с женой и с детьми иду в зоопарк. Он говорит, потому что я понял, что если я все это буду задвигать, то эта привычка задвигать никогда не кончится. То постоянно будут находиться дела, и я буду говорить на словах одно, а реальные мои приоритеты будут другими. Друзья мои, вот это применение, вот это и есть слово Божие живо и действенно, что оно острее меча обою до острова. Оно проходит через наше сердце и помогает нам разобраться, что к чему. Если мы не увертываемся и не говорим, Господи, порази кого-нибудь другого, а меня пока не трогай. В заключении этого курса расскажу вам историю, подтверждающую и подкрепляющую, может быть, в качестве примера то, о чем мы сейчас говорили. Господь показывает нам нашу сущность и заставляет нас измениться через различные обстоятельства. И в какой-то момент приходит осознание, да, ты не прав, ты должен меняться. Был у нас такой совершенно замечательный курс в семинаре. Назывался он «Служение в христианском образовании». Смысл в том, как вести программу «Воскресная школа для взрослых», как планировать систему христианского образования в церкви, как решать какие-то вопросы, другие вопросы, как делать, чтобы в церкви у вас люди учились и не стояли на одном месте. И вот преподаватель, да, курс этот был интенсивным за две недели. То есть, значит, две недели неустанной работы, две недели напряженнейшей работы. Вот преподаватель на первом занятии сказал, говорит, идите сюда, ребята. Ну, была такая, не очень большая группа, но он говорит, вот теперь тащите, пожалуйста, бумажки. На каждой бумажке написано было какое-то число. И говорит, а теперь садите, рассядьтесь, пожалуйста, сядьте в классе, в аудитории, а так, чтобы вы были вместе с другими людьми, у которых на бумажке стоит то же самое число. В результате мы оказались в группах по четыре, по пять человек, потому что одно и то же число было на четырех или на пяти бумажках. И говорит, а теперь смотрите, на протяжении двух недель вы будете работать внутри этой группы, потому что, попадая в церковь, вы попадаете в команду. И далеко не всегда вы потом можете из этой команды вырваться. Мне не важно, нравитесь вы друг другу или нет. Условия такие. Все домашние задания вы выполняете вместе. То есть вы делитесь, кто какую работу, часть работы выполняет, и сдаете одну работу от четырех человек. Оценку вы получаете также общую. И не вздумайте ко мне приходить и говорить, вот у нас тут лодырь в команде, уберите его или уберите нас. Никого убирать я не буду. Вот вы наработали на пять баллов, вы получаете пять баллов, вы наработали на три балла, вы получаете три балла. И вот в этих командах вы будете проводить весь ваш курс. Я смотрю вокруг, в группе, в которую попал. Во-первых, сидит огромный бугай, такой американец, как выяснилось, потом он занимается американским футболом. То есть, друзья, мы не просто футболом, американским футболом, а это существенно более жестоко. Во-вторых, сидит маленький щуплый кореец. Во-третьих, сидит женщина афроамериканка, негритянка. Ну ладно, интересно, никого я из них не знаю, никто из них меня не знает, мы впервые видим друг друга, потому что с разных потоков пришли на этот курс, всем нужно было бы его за две недели скинуть, интенсив, быстренько, раз-два прошел. И вот после занятий мы собираемся вместе, типа встречи группы, давайте делить, кто какую часть работ пишет, кто что будет делать, чтобы мы все понимали, кого можем рассчитывать, нам нужно все распланировать. И вдруг этот самый американец, футболист, говорит, а я вообще этот курс беру в качестве вольнослушателя, я работать не буду, от меня никто ничего не ожидает. Как не будешь? Подожди, ну ты же в нашей группе. Ну и чё? Говорит он. И мы понимаем, что идти к преподавателю бесполезно. Он сказал, группы я менять не буду, что у вас получится, то получится. Я, говорит, работу ставить не буду. Он говорит, а мы говорим оценка? Он говорит, а мне не важна оценка, я вольнослушатель, мне оценку не ставят. Ладно, минус один. Значит, осталось только трое. Сидит кореец, говорит, ну по-английски, говорит, но с таким акцентом, куда, курс две недели, я вам напоминаю, да? А я в пятницу уезжаю в Корею. Подожди, спрашивали мы, а задание? Ну и то задание, я в Корею. Мы говорим, подожди, у нас тройка будет. А мне не важно, меня тройка устраивает, я в Корею. Всё. Значит, он фактически сказал, что я ничего делать не буду. На тройку, нормально, потому что он понял, что в принципе двое, два человека на тройку наработают, он может спокойно уехать в Корею, а ему больше ничего не надо. Остались два человека. Это женщина, афроамериканка, и я. Тот футболист вообще ничего не сдал, никакой работы. Этот Кореец сдал, но эта американка меня потом спрашивала, говорит, слушай, ты понимаешь, что там написано? Там по-английски, конечно. Я говорю, ну всё равно, нет, я не понимаю. Она говорит, я тоже не понимаю. Короче, за него пришлось переписывать. Значит, мы с этой женщиной, афроамериканкой, работали, то есть курс кончается, часов три занятия, вот мы до десяти, до одиннадцати ночи сидели в библиотеках, готовили материал, писали и за себя, и буквально за того парня. Да, потом сверяли, потом мы должны были выработать общую позицию, которую мы потом будем представлять в классе. И всем вот этим мы занимались. То есть у меня уже жена говорит, что ты там делаешь, значит, что вы там здесь сидите в библиотеке до одиннадцати, до полдвенадцатого ночи? Я говорю, работаем. Вот. В конце концов, мы сдали все эти письменные работы, и мы получили A, это высшая оценка, пять баллов. То есть не только мы её получили, но и. кореец в своей корее, ему трёшки достаточно, он получает A. И тут, когда мы эту A получили, я почувствовал какую-то внутреннюю такую неловкость. То есть мне стало не по себе. Я вспомнил своё ощущение после того, как выпали из обоймы тот кореец и футболист. Я встречаю на следующий день эту девушку, женщину-негритянку в семинарии, и говорю, ты знаешь, мне с тобой нужно поговорить, давай отойдём в сторону. Я говорю, ты знаешь, меня Бог поразил прямо в сердце реально. Я должен у тебя попросить прощения, я хочу просить прощения. Она говорит, за что? Я говорю, понимаешь, когда выпал этот кореец и футболист, я подумал, ну всё, попал, осталась женщина к тому же негритянка, которой уж точно ничего не нужно. Господи, куда ты меня подставил? Я говорю, прости меня, пожалуйста, за то, что я вот к тебе так относился. И вдруг, вместо того, чтобы обнять меня, сказать, прощаю, брат, она начинает совершенно дико ржать. ржёт и ржёт. Я говорю, что? И она через этот смех говорит, слушай, ты меня тоже прости. Я говорю, а что случилось? Говорит, ты понимаешь, когда отпал кореец и выпал футболист, я такая смотрю и думаю, господи, ну попала я. Русский, да к тому же ещё и слепой, ему же тоже ничего не нужно. Говорит, и ты прости меня, пожалуйста. Тогда мы уже по-настоящему обнялись, и мы поняли, что через этот курс, через эту работу в команде Господь, вообще говоря, поразил каждого из нас, изменил каждого из нас. Не так, что типа я начну пытаться делать шаги в сторону изменений, начиная с ближайшего четверга после дождичка, а вот она проблема, в данном случае проблема лицеприятия. И меняться я буду прямо сейчас. И первый шаг это попросить прощения у человека, которого в сердце своём я оскорбил. Вот так, друзья мои, работает Бог, если мы даём ему возможность наших сердец коснуться. Слово Божие живо и действенно, острее меча бы и до острова. И за последние две недели мы с вами проследили путь Слова Божия, путь Священного Писания от Бога к человеку. Мы посмотрели, что значит Богодухновенность, мы посмотрели, как Священное Писание было записано, как Церковь признала канон, данный самим Богом, как на протяжении веков эти тексты передавались в рукописях и как восстанавливаются рукописти для того, чтобы сегодня нам иметь авторитетное, безошибочное Божие Слово. Мы изучали Божие Слово, да я понимаю, что не всегда подробно, можно продолжать. мы искали конкретное применение для себя и я надеюсь, что вы в вашем случае это применение нашли. Скажу вам, что и для меня преподавание этого курса стало очень важным. Меня Господь тоже многому в это время учил. И сейчас в заключении давайте вставшие обратимся Богу в молитве и я прошу нескольких из вас помолиться, кого Господь побуждать будет. Если там двое или трое помолятся и вы захотите молиться четвертым или пятым, не страшно, молитесь. Давайте молиться друг о друге, давайте благодарить Бога за Его Слово, молиться о том, чтобы изучение Библии в нашей жизни действительно было интересным и полезным, чтобы мы видели Священное Писание как живое Слово, воспринимали его как живое Слово, чтобы это отразилось и на наших семьях, и на наших друзьях, знакомых, и на наших церквях, потому что не гоже Библии пылиться, не гоже. Бог дал нам все, чтобы этого не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok